Ну что, друзья, поугараем. Госдума в ближайшее время примет закон о социальных банковских вкладах для россиян с низкими доходами. Они это назвали очередной мерой господдержки для малоимущих. Теперь в чем идея? Предполагается, что банки начнут открывать для таких граждан так называемые спецсчета, на которые малоимущие смогут класть свои сбережения и доход по спецвкладам или вкладам для бедных, так эту историю окрестили пропагандисты, будет начисляться исходя не из рыночной стоимости продукта, а отталкиваясь от ключевой ставки ЦБ плюс 1%. Давайте на пальцах. Сегодня ставка рефинансирования составляет 16. Коммерческие банки, соответственно, дают своим вкладчикам не более 15%. Чаще, конечно, еще меньше, понимаете почему, да? А вот для бедных типа исключения решили сделать П. Помощь. Гой да! Ура! Есть там, правда, некоторые ограничения. Прежде чем открыть спецвклад, человеку надо будет доказать, что он малоимущий, пройти 7 кругов ада плюс не более 50 тысяч рублей. На данный счет можно положить это потолок по вкладу, но зато вот 17% на выходе может обломиться. Такие проценты по вкладам, ну особенно по небольшим вкладам, банки, как правило, не предлагают. Они предлагают, наоборот, по маленьким вкладам, меньшие проценты. Вот сейчас мы защищаем ту категорию вкладов, которая является низко обеспеченной категорией. Знаешь, звучит как... Сейчас остановимся на одном немного подробнее. Это реальная журналистика о прекрасном сегодня. Поехали! А теперь предлагаю спуститься с облака и посмотреть на эту ситуацию с точки зрения суровой действительности. Раз. Ребят, ну мы же с вами говорим о малоимущих, о людях с низкими доходами, которым, согласно любым опросам, не хватает денег даже на базовые потребности. Еда, одежда дотянуть до следующей зарплаты у многих не получается. Какие 50 тысяч? Где они их возьмут? Значит, надо что-нибудь продать. А что? А что-нибудь ненужное. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Второй момент, или почему вся эта история рассчитана на лохов изначально, да потому что только лох, ударенный телевизором, думает, будто сегодня он те 150 тысяч на счет положил, допустим, занял где-то у кого-то, ага, завтра пошел и все забрал, плюс 17 процентов и на 8,5 тыр в абсолютных цифрах еще и разбогател. Писок! Да-да-да, держи карман шире, это называется, почему? Да потому что вклад, помимо плюшек и видеобещанного дохода, подразумевает еще и такую штуку, как срочность от слова срок, то есть деньги свои. Человек отдает на определенный временной период, полгода, год, как правило, раньше их забрать не получится. И вот тут мы с вами подошли к шутке юмора номер три. Господа, если для человека просто 50 тысяч найти уже проблема, неужели кто-то думает, что для него может стать возможным не только такие деньги изыскать, но еще и выдернуть их из семейного бюджета на период в несколько месяцев? У него жена, блин, ворваные обуви ходит, семья сидит на макарошках, а он возьмет такой полтос и отдаст какому-то банку до следующего января, на кого это рассчитано? Это как помните, когда Матвиенко всю страну насмешила своими рассуждениями о покупке жилья для молодых семей? Давайте от общежития откажемся. И не надо искать законодательное закрепление этой устаревшей формы. Есть масса других возможных вариантов для молодежи, для студентов. Это молодежные кооперативы, это такие дома с квартирами студии, которые для начинающих молодых семей, для студентов и так далее. Замечательно, поразительно, гениально. Хорошо, давайте, чтобы не ходить вокруг да около, ситуацию на конкретном примере разберем. Взять хотя бы мою жену, которая в данный момент находится в декретном отпуске и которая получает порядка 18 тысяч рублей пособия. Причем это хорошее пособие до выхода в декрет, потому что у нее была относительно неплохая зарплата, чаще мамы получают меньше. Но мы будем танцевать вот от 18, предположим также, что меня тоже нет, и она мать-одиночка, ну давайте считаем. 18 тысяч ей перечислили. Из них почти 7 сразу уходят на оплату коммуналки. Летом поменьше, но на Урале ведь 9 месяцев зима, поэтому губы особо раскатывать не приходится. В Минстрое призвали регионы не сдерживать рост тарифов на ЖКХ. С таким заявлением на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам выступил министр Ирек Файзуллин. Вот что он сказал. Регион, который в том числе благодаря популизму не повышает тарифы, ведет свою территорию к катастрофе. Даже тем решением, которое было принято в декабре прошлого года по повышению в среднем на 9% воспользовались только две трети регионов. Пи***ь. Пой, я себе. И б***ь. Продолжим. Итак, 7 тысяч. Моя жена отдала за ЖКХ. Осталось 11. Считаем дальше. Дети. Старшему 13. Младшая только-только в сарик пошла. Питание в школе. 4,5 тысячи рублей. Питание в детском саду. Там немного поменьше. 2,5. Тем не менее, еще минус 7 тыр. И чего там у нее остается-то? 4 тысячи деревянных, которых надо на стя растянуть теперь на цельный месяц. Много нет с такими деньжищами вкладов в банки. Можно открыть даже социальных. Напишите мне кто-нибудь, если знаете, я попробую в итоге вас на Нобелевскую премию выдвинуть. Она, как многие девушки, говорит о том, что она работать не хочет. Ах да, чуть не забыл, любимая песенка ура патриотов. И работать не пробовала. Ребенок, тем более днем в садике, сам сказал. Согласен. Весомый аргумент на словах. Правда, потому что на деле, я уверен, многие молодые родители со мною согласятся. Маленький ребенок, который только-только пошел в детский сад, это вечные больничные. Неделю в саду, две болеем. Ну, потому что у них иммунная система еще формируется. Они там друг друга заражают постоянно. А теперь, внимание, вопрос. Как думаете? Нужна работодателю такая мамочка, которая и так-то в декретном отпуске находится. А в данном конкретном случае еще и из больничных вылезать не будет. Да нафига, козе баян. Зачем кому-то нужен сотрудник даже на подработку? Которую никогда нет на месте. Посему, друзья мои, вся эта история, мы тут якобы решили малоимущим помочь не более, чем еще одна предвыборная сказочка. Ну, надо же, на фоне грядущей избирательной кампании сделать вид, будто государство о людях заботится. Вот, группа поддержки великого кормчего и старается в поте лица. Нормальные люди понимают. Это будет очередной неработающий закон, безголовые же невеже, составляющие основу провластного электората. Так глубоко копать не станут. Да они вообще дальше заголовков никогда и ничего не читают. Ни в чем не разбираются и не хотят, кстати. Поэтому грузить таких людей можно любыми небылицами. Вот по яйцу, видите, у нас еще произошло. Вовремя просто не сориентировались. Просто объем-то производства у нас не уменьшился. Потребление увеличилось. В связи с реальными располагаемыми доходами населения. Немножко, но все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Бум, и цены полетели. Си-бога! Да, это удивительный результат. Вроде бы нас со всех сторон душат, давят. А мы стали по объему экономики в целом первые в Европе. Какие ваши доказательства? Ладно, раз о выборах заговорили, еще одна невеселая новость для некоторых из вас у меня имеется. Издание «Юрстка» накануне тут надо сказать. Признано в России СМИ иноагентом. Так вот, издание «Юрстка» написало, что с выборной дистанции в ближайшее время может сойти еще один кандидат, способный, ну, по идее, вызвать симпатии протестно настроенных избирателей в марте. Речь о Борисе Надеждене. Напомню, перед Новым годом бортанули Дунцову. Теперь вот Надеждина, возможно, сделают безнадеждиным. Во всяком случае, повторюсь, так пишет «Юрстка», ссылаясь на какие-то свои инсайдерские источники в администрации президента. Верить в это или нет, личное дело каждого, но процитировать издание, как мне кажется, нужно все-таки главу государства. Избирать собираемся и так. Сначала он был согласованным кандидатом, но затем начал выступать с антиванной риторикой, а потом и вовсе высказываться против Владимира Путина. И от идеи «этот заяц наш друг» решили отказаться. Также кураторам не очень понравилось, что на съезде партии «Гражданская сила», от которой Надеждин выдвигается, его поддержка оказалась больше, чем ожидалось. Цифры это не показывали, но дали понять, что данный кандидат импонирует неожиданно большому количеству людей. Не во всех регионах люди готовы, грубо говоря, пускать к себе в офис тех, кто выступает за кандидата, которые критикуют Путина, специальную военную операцию и так далее. Сейчас мы раскочегариваемся, мы сейчас вышли на уверенный уровень 100... То есть, господи, 100... 100 тысяч... С чего надо собрать? На уверенный уровень порядка 1000 подписей в день. В конце недели мы будем выходить на 5000 подписей в день. Ну и надеюсь, что уложимся в сроки положенные Центра сберком. Прекрасный план, не вижу ни одного сценария, согласно которому хоть что-то может пойти не так. В общем, посыл такой, Надеждин соозу, всем остальным вроде как полегче, еще раз я ничего не утверждаю. Подтвердить или опровергнуть информацию в верстке не могу, но вот могу констатировать, что такая публикация в публичном, простите за тавтологию, пространстве появилась. Пока же господин Надеждин собирает подписи, на которые ему дали зеленый свет. Ну а дальше будем посмотреть, как говорится. Впрочем, если хотите знать мое мнение, а я вот думаю, если данный прогноз все-таки сбудется, то это будет самым глупым решением Памфиловой за всю ее карьеру. Ну, посмотрите на этих кандидатов. Якобы соперников великого кормчего там и так-то шоу фриков сплошное одни, ноу-неймы Надеждин, чуть ли не единственный, кто хоть какого-то веса данной кампании придает его убрать. И что тогда останется Путин и мертвые души, к слову? А как же в этом случае осенний царский указ, легитимность выборов должна быть абсолютно очевидной для всех? Вы гордитесь тем, что вы делаете? Вы довольны? Да. Знаете почему? Я горжусь. Я скажу почему. Потому что я жизни не вижу сейчас личной. Я здесь проводаю, извините, слушаю со всех сторон демагогию и ложь. А я горжусь тем, что я пытаюсь способствовать тому, чтобы в стране, извините, страна не развалилась, не раздербанилась страна, чтобы стабильность была, чтобы люди наши жили нормальные. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5. А в общем, о чем я вообще? Ладно, все переваривать. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok